Здравствуйте! С вами снова программа «Бизнес-курсы» и я ее ведущий Алексей Коваленко. На Кубани будет создан региональный фонд поддержки промышленности. Об этом стало известно на краевом совещании, посвященном развитию этого сектора экономики. Его в Армавире провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Организация специального фонда и инициатива главы региона. Новая структура будет поддерживать не только крупные промприприятия, но и средние и мелкие производства. Такой фонд позволит получить дополнительную поддержку из федерального центра. Инициативу уже с одобрением встретили в Минпромторге России. О чем еще говорили на Совете по промышленности в Армавире, расскажем прямо сейчас. Работа здесь кипит с самого утра. Отсюда на свет появляются грузовые железнодорожные вагоны. Уникальный проект, который воплотили в жизнь местные инженеры – это вагон «Термос». Раньше такие выпускали только в Германии. В России армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить скоропортящиеся продукты. Оптимальная температура будет поддерживаться за счет теплоизоляции грузового помещения. О том, что на этом заводе будут производить такие вагоны, еще два года назад не могли подумать и сами сотрудники. Сварщик Александр Сергеенко вспоминает, тогда завод простаивал несколько месяцев, а сегодня без работы никто не сидит. Мы были раньше в старом цехе. Сейчас построили новый сдаточный цех. Более комфортабельный, более модернизированный. Ну и, хочу сказать, стало лучше намного. Вернуть предприятию статус ведущего машиностроительного завода страны. Об этой задаче Венимин Кондратев говорил еще в 2015-м. Тогда работники пожаловались руководителю региона на отсутствие заказов. Сегодня губернатору показывают, как расширилось производство, появилось новое оборудование. Вдвое увеличился и штат. На предприятие приходят новые инженеры и конструкторы. Всего сейчас там трудятся более тысячи человек. Изменился и сам выпускаемый продукт. Вы сегодня просто развиваетесь. Вы четко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот вагон, который стоит сегодня, если бы на нем не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Такого он качества, такого внешне. Вчера, может быть, такого у нас и не было. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа, осуществлялись именно в вагонах армавирского машиностроительного завода. Перед началом Большого совета по развитию промышленности губернатор побывал еще на нескольких крупных предприятиях города. Армавир для региона как флагман производства. Например, здесь уже больше 20 лет выпускают монтажные, телефонные, волоконно-оптические, силовые кабели. Только в последнее время, по словам гендиректора, завод испытывает трудности со сбытом. На рынок поступает много контрафактной продукции. Борьба за клиента будет всегда, отмечает Вениамин Кондратьев. Поэтому товар должен быть качественным и в своем роде уникальным. Наша продукция, она немножко иная. Она по уровню выше получается, чем кабели, те, которые зачастую закладываются в проектах. Она уже по уровню выше. Ну и вы подстраиваетесь под рынок. Невозможно рынок под вас не подстроиться. То есть, вы сидите на рынке, востребована отчетленная категория кабеля. Значит, ну что ж, вы пустите другую, иную категорию кабеля. И в этом случае вариваетесь в рынок. Или уже там попытайтесь за него побороться. Агрессивнее, умнее, гибче. Вот это сегодня принцип успеха и выживаемости в рамках сегодняшнего рынка. И регионального, и, конечно, страны. А вы вам максимально поможете. На поддержку промышленных предприятий Кубани в краевом бюджете запланировали около 100 миллионов рублей. Однако это как капля в море. Не хватит ни на новое оборудование, ни на реконструкцию самих заводов. Уже во время совещания Вениамин Кондратьев, посовещавшись с коллегами, объявляет. Регион намерен нарастить поддержку промышленного сектора. Выберите приоритетное предприятие промышленное в крае, которым на самом деле реально оказать вот эту самую господдержку. И вот в них вложимся. А если всем сразу кашу на царелке размажем, как в народе говорят, и ничего не будет. Сегодняшние задачи по импорту замещения, именно по импорту замещения, диктуют нам вектор сегодняшнего движения, вектор сегодняшнего развития, в том числе промышленности. Потому что сегодня, отчасти, российский рынок, он переформировывается. И мы должны принять активное в этом участие, активное, государственный край, своим промышленным потенциалом. Необходимо создать фонд промышленности края, наполнить его по итогам года, посмотреть, примерно миллиардом рублей. И активно наступать по линии развития нашего институтного потенциала, промышленного потенциала края. Создание такого фонда на региональном уровне позволит участвовать в федеральных программах на условиях софинансирования. Хорошей помощью для промышленников будут и льготные займы. В этом году первое предприятие в Новороссийске получило этот льготный займ в размере 300 миллионов на производство обуви. В Новороссийске под 5% годовых таких кредитов нет. На 5 лет промышленные предприятия, только промышленные предприятия могут воспользоваться этим кредитом через федеральный фонд развития. В любое предприятие есть какой-то конкурс? Есть конкурс, есть определенные критерии отбора. И сейчас у нас порядка 10 предприятий подали заявки, мы их сопровождаем. На заводах и фабриках Кубани сегодня работает 85 тысяч человек. А уже сейчас около 10 миллиардов поступлений налогов именно от промышленной отрасли. И эта цифра пока еще при минимальной поддержке государства. Это все ресурсы экономики края, и их нужно перезапускать, говорит Вениамин Кондратьев. Использовать для этой цели можно и нужно материальную базу предприятий банкротов. Их сегодня по всему региону насчитывается около 130. Мы не можем ждать и не можем превращать наши бывшие большие или малые заводы в площадки для строительства домов. Они с коммуникациями, они хорошие, они где-то уже в центре города оказались. Коллеги, это преступление. Перед жителями края. Когда в площадке с инфраструктурой, с коммуникациями мы обращаем где-то быстрые деньги. Но теряем еще огромнейшие деньги для того, чтобы и жизнь была, и экономика развивалась. И рабочие места были. Регион может славиться не только своими аграрными достижениями. В крае есть огромный потенциал для развития промышленной отрасли. На Кубани могут производить оборудование для предприятий переработки, конструировать сельскохозяйственные машины и даже изготавливать станки. А значит, тем самым есть шанс вытеснить импортное оборудование с российского рынка. Бизнес и власть должны объединять усилия не формальным рукопожатием, а реальными делами. Таков лейтмотив очередной акции «Профессионалы Единой России». С краснодарскими студентами на этой неделе встретился Дмитрий Рокитянский. Известный стартапер поделился своим опытом в ресторанном деле и реализации развлекательных проектов в сфере шоу-бизнеса. Говорили и о государственно-частном партнерстве, а конкретно о возможностях для инвесторов при покупке земли под свой бизнес, например, по обустройству на паритетных началах прилегающей территории как место общественного отдыха. Многие пришедшие люди подошли, мы приватно пообщались на тематику государственно-частного партнерства, на тематику общественной деятельности. Очень присутствовало много молодежи. И приятно, что данный проект вызывает интерес у общественной деятельности. Такая акция регулярно проходит в городе. Приглашенными спикерами становятся единороссы, которые достигли высоких успехов в определенной области. Они отвечают на вопросы жителей краевой столицы и рассказывают о своем профессиональном росте. Встречу уже провели чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог, успешный бизнесмен в сфере IT-технологий Андрей Разоренов и многие другие. Просто нажмите кнопку на портале. Раньше, чтобы получить государственную услугу, нужно было нести документы в учреждения, стоять в очереди, консультироваться со специалистом. Теперь все намного проще. Например, нужно оплатить штраф ГИБДД, зайдите на единый портал госуслуг, введите данные автомобиля, и система покажет вам сумму, назначенную к взысканию. Тут же на сайте можно распечатать и официальную квитанцию. Штраф аннулируют через несколько дней после оплаты. Такой же алгоритм действий, если нужно продлить срок водительского удостоверения или заказать справку об отсутствии судимости. Заявку можно оформить через интернет, а результат получаете лично в многофункциональном центре. Причем в назначенное время, чтобы не сидеть с талоном уже в МФЦ. Список госуслуг постоянно расширяется. Это оформление регистрации по месту пребывания и по месту жительства граждан Российской Федерации, это оформление приглашений на въезд иностранным гражданам, это оформление адресно-связочной работы. То есть все это можно, как и ранее говорилось, подавать заявки и отслеживать ход исполнения этих заявок на единый портале государственных и муниципальных услуг. Популярность этого вида услуг постоянно растет. Только управление МВД по Краснодарскому краю с начала года выдано около 350 тысяч справок. Почти две трети из них заказаны через единый портал государственных услуг. Курортный сезон в самом разгаре. И как работают пляжные территории, какие условия для отдыха предоставляет для отдыхающих, проверяет специально созданная межведомственная комиссия. Наша съемочная группа отправилась вместе с ними и сейчас я предлагаю вам посмотреть специальный репортаж о работе комиссии. Условия отдыха под пристальным контролем. В этот раз специалисты отправились инспектировать пляжи Анапы. До этого комиссия уже побывала в Ейске, Геленджике и Туапсе. Перед началом инспекции министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края провел инструктаж специалистов. Сегодня комиссия работает на территории города-курорта Анапы и в работе комиссии принимают участие и полиция, и Росприроднадзор, Роспотребнадзор, депутатамин потребительской сферы, региональные и федеральные службы, ГИМС, МЧС. И хотелось бы обратить внимание на то, что мы сегодня будем смотреть пляжные территории выборочно. Конечно, все мы не успеем проехать, но вместе с тем, системные вопросы, которые нас интересуют, они одни и те же. Это, конечно, и наличие матросов-спасателей на пляжах, в части именно обеспечения безопасности на воде и спасательные шлюпки, и конца Александрова с кругами, и, собственно говоря, буйки, и таблички, и многое другое. Но, кроме того, хотелось бы обратить внимание, вот сейчас мы подъезжали к Витязево, и, начиная от трассы, от Креста, насчитали 14 автомобилей на обочинах с табличками, где люди выскакивают под колеса и показывают таблички, предлагая жилье у моря. Олег Владимирович, заявку подали на установку знаков? Ну, в любом случае, сейчас Турпоток у нас набрал свою силу максимально, и, конечно, к вечеру этих машин там будет еще больше, поэтому я тоже попрошу муниципальное образование и в рамках сегодняшней работы МВК совместно с ГИБДД провести организационную работу. Конечно, помимо того, что это эстетический облик уротов наш очень сильно ухудшает, это еще и вопросы безопасности, потенциальный риск ДТП. Кроме того, необходимо также обратить внимание на технические зоны, и представители ГИМС также у нас сегодня принимают участие. По Анапе традиционно появляется большое количество нелегальных технических зон и предоставления услуг проката, как гидроциклы, бананы и многое-многое другое. Это тоже вопросы безопасности. Ну и у нас сегодня как раз участвует зам руководителя Департамента Патриюсферы, и очень важно обратить внимание в том числе еще и на безопасность, связанную с продуктами питания, поскольку и торговля на пляжах, и на набережных, и по пути люди приобретают продукты, а зачастую хранение их не отвечает требованиям. И мы провели анализ как раз совместно с Роспотребнадзором, анализ проб воды. Каких-то аномальных показателей нет. Соответственно, вот те статистические данные по отравлениям, конечно, мы понимаем, что отравление продуктами питания, пренебрежение правилами гигиены и многое другое. Но, конечно, нам с вами это не нужно. Начали осмотр с одного из самых загруженных пляжей Витязева и непосредственно в самой Анапе. Отличная погода, песок и теплое Черное море привлекают тысячи туристов. И, естественно, для гостей созданы все условия, от магазинов и кафе до проката квадроциклов. Предложения буквально на каждом шагу. При этом предприниматели зачастую не исполняют требования закона или просто не знают их. У нас там реклама размещена проката квадроциклов. Здесь, опять же, в водоохранной зоне у нас находится большое количество квадроциклов. И у Азик стоит. Вот, приятно, дайте пару комментариев. Не остались без внимания разносчики еды. Горячая кукуруза, выпечка и рыба быстро портятся под палящими лучами. В этот раз для продавца закончилось все благополучно. Отделался устным предупреждением. Зато с работником аттракционов предстоит работать специалистом. Делал уголок потребителя. Уголок потребителя я вам сейчас обидел. В центре внимания и безопасность отдыхающих. Все пляжи оборудованы спасательными вышками, средствами помощи утопающим. На берегу постоянно находятся спасатели. Где-то, как на этом пляже, спасатели спасаются от жары в тенечке, не выставив наблюдателя на вышке и случись что за громкой музыкой, крика о помощи и не услышишь. А чего они на посту? Мы сейчас дети всех откупали, и я закрывал звонок. У вас, когда будет никого? Наверху, а где второй спасатель? У нас 76 чая здесь в течение зале. Вот один ходит, вот здесь. То есть, нам надо с трудоводителем провести беседу на этой саде. Что здесь? Ну, безопасность. Другие в погоне за деньгами и личной выгодой забывают об элементарной безопасности и комфорте отдыхающих. И здесь решение комиссии жесткое. Подача документов на расторжение договора. Протоколы тоже не зарегистрированы, соответственно. Олег Владимирович, ну приглашайте и Пеппин Джоянов, он у вас тут прославился. Везде скоростные нарушения протоколов, уже 17 называют коллеги. Нужно организационно решать вопросы. Пример для подражания. У вас, тем более же, по дислокации предусмотрены. Значит, принимайте меры несоблюдения, невыполнение условий договора. Все просто, понятно. Вопросы безопасности опять. Хотя справедливости ради, таких арендаторов и спасателей немного. Другие работают намного лучше. На этом пляже, санатории «Жемчужины России» и спасатели, и медики. Все предели и все готово для любой непредвиденной ситуации. Вот три кого? Вот три спасателя на каждом участке. А медработника сколько? Двое. Один постоянный, один постоянный, а другой приходит на время прихода детей. А один постоянно дежурит, потому что мало ли что может. А сколько раз приводите детей? День два раза. Первый раз с 9 до 12.30. Но если сильно жарко, мы стараемся детей пораньше увезти. И второй раз с 16.30, то есть после полдника до 18.30. Единовременно сколько детей покупают? Ну, по-разному приходит. Ну, в среднем где-то около двух тысяч. Все хранится в холодильнике. Есть также сумка-холодильник, перевязочный материал. Обушка в лодке, тоже сумка-холодильник. Когда лодка выходит в море, ложится сумочка-холодильник. Да, да, я знаю. То есть «Жемчужина России» нас может организовать. Может, опасность. И с точки зрения медицины, и с точки зрения спасателей. Дальше межведомственная комиссия отправилась в станицу Благовещенскую и на Бугасскую косу. На повестке дня все тот же вопрос. Могут ли местные предприниматели не только предложить разнообразный отдых, но и обеспечить безопасность туристов, выясняла межведомственная комиссия. Коллеги, а по аттракционам что можете сказать? Здесь какая ситуация? Вот здесь написано «водный аттракцион». Это не аттракцион. Ну, это пункт проката. Да, пункт проката. Все пишут «водный аттракцион». Как это аттракцион? Что там, типа, дыма? Вот здесь, да. А кто пользователей здесь? Кто организовал техзону и пункт проката? Саидов. Саидов. Ну, соответственно, надо провести разъяснение, потому что они подписываются как «водный аттракцион». Ну, в принципе, они ничего не нарушают. В принципе, банан аттракцион, плюшка тоже. Только что еще раз пояснение о том, что это не аттракцион. Пункт проката. Это буксируемое средство, амбламино зубы. Реклама аттракционов может быть размещена, соответственно, там, где аттракционы размещаются. Еще одна проблема – большое количество транспорта в водоохранной зоне на Бугасской косе. Здесь зона ответственности уже Росприроднадзора. Регулярно осуществляются рейдовые осмотры водоохранных зон, фиксируются нарушения, в том числе стоянка и движение в водоохранной зоне, привлекаются лица. И в том числе приходят письма из различных структур, в ходе которых при рассмотрении также привлекаются лица, совершившие административные правонарушения. Конечно, должна быть установлена табличка, где на синем фоне, белыми большими буквами написано, что это водоохранная зона. И там осуществляется особый режим деятельности. В целом, по итогам рейда у представителей межведомственной комиссии нареканий к пляжам немного. Но организационную и разъяснительную работу и со спасателями, и с предпринимателями, представляющими свои услуги на побережье Кубани, провести придется. Итоги инспекции подводили уже в мэрии города-курорта. Отрадно, что вы вернулись на свою территорию и рассчитываем очень на ваше активное участие. Есть ряд таких системных вопросов, которые могут быть оперативно решены. Но я думаю, что с вашим участием они будут реализованы. Основные вопросы, конечно, это безопасность с точки зрения безопасности на водных объектах. На большинстве территорий зафиксировано отсутствие на вышках спасателей, хотя в принципе они есть. Требуется разъяснительная работа, потому что ряд предприятий не до конца понимает вообще организацию безопасности. Наверное, стоит собрать их в рамках вашего муниципального МВК и как раз такое методическое обеспечение реализовать. Отсутствие шлюпок было зафиксировано в ряде ситуаций. ГИМС подтвердит, что в ряде случаев тех зоны, которые, собственно говоря, нелегальны и реализуется прокат транспортных гидроциклов и бананов. Кроме того, сегодня мы видели на пляже Витязева спрятанные за рекламным счетом квадроциклы, которые, собственно говоря, уже неоднократно у нас от Росприроднадзор здесь участвуют. Тогда просьба информацию и в справке подготовить нам текущую, и главу проинформировать тоже по развитию ситуации. Кроме того, мы на пляже, который, собственно говоря, не открыт на Бугасской косе, отметили ситуацию, что предприниматели ведут деятельность. Продолжают. Продолжают, да, и по прокату гидроциклов, и прокат лежаков, но вместе с тем вопросы безопасности пока там не решены, тоже требуется оперативно. Потому что сезон у нас набрал уже силу, максимально количество отдыхающих, и поэтому, конечно, вашего внимания требует в том числе. Мы в рамках отчетов тоже направим материалы полностью для работы справочной. Все замечания комиссия передала новому руководителю города. Будем отрабатывать эти негативные моменты, которые есть на пляжных территориях. Да, сегодня мы находимся, наверное, на самом пике курортного сезона, поэтому нарушений много, а работы много. Будем этим вопросом заниматься. Материалы, которые межведомственная комиссия нам даст, мы отработаем и доложим в министерство. И уже после совещания министр курортов подвел итоги работы выездной комиссии. Сегодня межведомственная комиссия работала в городе-курорте Анапа. Конечно, комиссия занимается обеспечением безопасности на пляжных территориях и водных объектах. Собственно говоря, Анапа – это один из лидеров, входит в стройку курортов Краснодарского края. По объему турпотока – это порядка 4 миллионов. Последние годы туристов отдыхают именно в Анапе. И, конечно, сейчас уже курортный сезон набрал свою силу. Там сегодня максимальный поток. Мы видели, уже пляжи загружены, поэтому как раз о безопасности на воде сегодня очень много говорилось. Выявили ряд системных вопросов проблемных. И, конечно, сегодня мы обсуждали это и с исполняющим обязанности главы Юрием Федоровичем Поляковым, который активно включился в процесс и взял на личный контроль все вопросы, которые были обозначены. Я думаю, что совместно мы в кратчайшие сроки отрегулируем с ними основные вопросы проблемные. Добавлю, что подобный мониторинг до конца курортного сезона проведут и в других прибрежных районах края. На этом все. С вами была программа «Бизнес-курс» и я, ее ведущий Алексей Коваленко. Мы предоставляем деловую информацию из первых рук. «Бизнес-курс» и я, ее ведущий Алексей Коваленко.